Русский космос Русский космос Я бы еще добыл про наблюдение постоянно затемненных областей на плюсах Меркурия Кажется, что подтвердили, что там находится водяной лед, что тоже очень интересно То, что касается таких открытий, я думаю, что в основном это связано с тем, что прилетел мессенджер И получил огромное количество информации, которой до этого просто не было И люди в основном строили свои предположения либо исходя из наземных наблюдений, либо используя очень древние Я даже не знаю, сколько там лет 30 прошло с момента последнего пролета, который на Маринере делали И то там получили очень ограниченный набор данных Сейчас данных получили очень много, потому что стоит большое количество приборов и они меряют много параметров Это не только магнитное поле, это гравитация, это наблюдение в различных диапазонах И на основе всей этой информации можно фактически строить гипотезы, когда есть много фактов, на основе которых можно проверить Поэтому возникло и про ядро, и про магнитные вихри, как я сказал, про затененные области Например, про ядро Про ядро можно посмотреть по наличию магнитного поля, можно посмотреть по гравитации Потому что Земли, допустим, меряют движение аппарата по орбите Меркурия, смотрят на ее отклонения И поэтому считают гравитационное поле На это тоже есть, исходя из теории гравитационного поля, можно построить ограничения по ядру Раньше такого, конечно, не было Раньше люди, я не скажу, что фантазировали, но у них был недостаток информации Давайте тогда разберемся все-таки, что знаем мы о Меркурии сейчас Мы провели небольшой опрос на улицах города Давайте посмотрим, что думают по этому поводу простые земляне На уроках астрономии рассказывали, что да, первая планета от Солнца На фотографиях видел, очень похоже на Луну, но она меньше, чем Земля Мне казалось, что она самая тяжелая Самая маленькая была Может быть, самая легкая, наоборот, что-то я уже засомневалась Жарко там, наверное, без видимости Я знаю, что там вроде бы холодно Ужасающий перепад температур от абсолютного нуля в ночное время, ну и так далее Кошмар Нельзя сказать, что это просто вот белый шум из этих Потому что то, что они говорили, там есть как бы справедливый, про горячие планеты Но она, конечно, не самая массивная У нее там аномальная плотность наблюдается То, что там огромный перепад температуры, это тоже правда А то, что касается, что мы нового узнали Ну, по большому счету, то, что мы узнали нового, она людей не очень так сильно интересует Потому что оно связано уже с отдельными особенностями Там строение Меркурия, его там происхождение Элементного состава Вот опять-таки магнитного поля Особенности его магнитного поля Там взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром Или там наличие каких-то определенных элементов на поверхности Или там вулканическая активность Как она была, как долго и так далее Меркурий – самая маленькая планета земной группы И самая ближайшая к Солнцу О планете известно немного За 50 лет освоения космоса К Меркурию было отправлено всего две миссии Только в 2009 году ученые составили первую полную карту Меркурия Используя снимки аппаратов Маринер-10 и Мессенджер Меркурий очень напоминает Луну Поверхность планеты усыпана кратерами После формирования Меркурия 4,5 миллиарда лет назад Происходила интенсивная бомбардировка планеты астероидами и кометами У планеты нет естественных спутников Но есть очень разреженная атмосфера Меркурий обладает крупным железным ядром Которая составляет 83% от всего объема планеты Температура на поверхности Меркурия Колеблется от минус 180 до плюс 430 градусов Солнечная сторона нагревается гораздо больше Чем полярные области и обратная сторона планеты Я бы сейчас сказал, что сейчас появилось огромное количество специализированной информации Которая интересна достаточно большой прослойке ученых Которые занимаются изучением планет Солнечной системы В частности Меркурия И на основе которой можно строить выводы как о самой планете Попробовать пытаться строить какие-то такие уже общие гипотезы О происхождении нашей Солнечной системы и так далее Ну а что меняет вот эта новая информация в нашем представлении о планете? Ну в нашем обыденном представлении она не меняет в ровном счете ничего То есть это как она была ближайшей планетой к Солнцу Так она и останется Понимаете в чем дело? Когда появляется даже какая-то небольшая информация Люди начинают, ну те, которые этим интересуются Начинают копать и искать Сейчас это находится в некой промежуточной стадии Потому что мессенджер, на основе которого сейчас все данные идут Эти открытия сделаны Он, ну сколько, чуть больше года прошло, как он летает вокруг орбиты Не все еще данные доступны То есть часть данных придерживается по причинам То, что они их обрабатывают Что-то они пытаются какие-то гипотезы построить, публиковать То есть я ожидаю, что вот эти вот измерения О его внутреннем строении, о его составе Они будут дополнены Может быть мы даже знаем еще что-то более новое Что-то более, ну я не скажу шокирующее Скорее всего шокирующее мы бы уже узнали по публикациям Таких журналов, как Nature and Science Вот, но думаю, что что-то еще узнаем И надо еще, думаю, еще полгода подождать Когда выйдут публикации Древние римляне не случайно назвали планету в честь посыльного их богов Меркурий еще и самая быстрая планета Солнечной системы Она вращается вокруг Солнца со средней скоростью почти 50 км в секунду Что в два раза больше скорости Земли Меркурий очень близко к Солнцу И он всего за три наших месяца отбегает вокруг Солнышка Там такой короткий год 88 наших дней А сколько меркурианских дней проходит за год Самое удивительное, что ни одного И все это из-за особенного вращения планеты вокруг своей оси Пока дождешься на Меркурии следующего восхода Солнца Планета за это время совершит два оборота вокруг светила Если жить по меркурианскому календарю То праздновать Новый год вообще можно и днем, и ночью Вот так удивительно и, наверное, не очень удобно устроен меркурианский календарь Там надо считать не сколько дней в году, а сколько лет в сутках А вот наблюдать Меркурий с Земли не так-то просто Он виден только в утренней и вечерней заре Довольно низко над горизонтом и невооруженному глазу почти не заметен Николай Коперник, наблюдавший астрономические объекты в условиях прибалтийских северных широт Сожалел, что за всю жизнь так и не увидел Меркурий Первая карта поверхности планеты была составлена лишь в 2009 году На основании данных, полученных с космических аппаратов Маринер-10 и Мессенджер Вы подогрейте наш интерес к этой планете Все-таки хочется узнать о ней больше Мне очень интересно то, что там есть лед Как выяснилось, вот на теневой стороне? Там нет, там не на теневой стороне, а на полюсах у него есть вечно затенённые области Потому что Меркурий, он как бы вот крутится в таком перпендикулярном положении То есть он к Солнцу очень мало наклонён Поэтому есть места на полюсах, куда свет практически никогда не попадает И там, как сказать, вечный холод Нерзлота Да, адские условия Только со знаком минус 200 Я сейчас не буду врать, они там не близки к абсолютному нулю Но очень низки для того, чтобы, если туда что-то попали, какие-то летучие вещества Они бы там консервировались надолго То есть ударила комета в поверхность Испарился лёд, так называемая атмосфера Меркурия Потом насел и стал концентрироваться именно в этих вот областях И по нескольким наблюдениям, по совокупности Просто люди, как в детективном романе, они начинают определять, что это действительно лёд Сначала они сделали радиолокацию По радиолокации они определили, что есть такие вот участки Которых по данным радиолокации может быть лёд Просто по отражению излучения, радиоизлучения Сейчас пролетел мессенджер Он просто на вот эти вот данные наложил карту новую Потому что они её померили с высоким разрешением И вот эта карта затенённых областей совпала с этими спятнами радиолокации Это как наложили просто две картинки друг на друга И вы начинаете просто видеть, что они идеально совпадают После этого они померили, ну не померили, а не посчитали температуру Доказали, что температура действительно в этих местах низкие Дальше они оценили, насколько он там глубоко может залегать То есть он может находиться под какой-то там небольшой толщиной грунта Идея начинает приобретать форму Она становится просто вот интересной и переходит, я так сказать могу, от слов к делу То есть фактически вот кто бы мог подумать Вот если вы людей спросите на улице, они говорят, что самая горячая планета А никому в голову не придётся сказать, что там на ней может быть лёд Ну а если может быть вода, значит может быть и жизнь Ну насчёт жизни я врать не буду Это вопрос очень сложный Ну в том числе как бы она, может быть она была занесена кометами Пока, по крайней мере, её искали в разных местах и на других планетах И очень у многих миссий это был такой коглозунг То есть тот же пример викингов, который запустили американцы Потратив огромное количество денег Марса в конце 70-х годов У них была основная задача сесть и найти жизнь Но жизнь они не нашли, после этого сразу интерес упал То есть образовалась сразу такая большая промежуток времени Когда не было ни миссии, ничего Ну а к Меркурию тоже ведь не было достаточно миссий Всего там их сколько? Две? Ну их фактически можно считать две, которые сейчас И может быть ещё одна Бипи Коломбо всё-таки реализуется Это миссия Европейского космического агентства Она намечена 15-й год, раньше был 14-й год Да, её отложили Но отложили как раз, я так понимаю, из-за мессенджера Потому что он там полетал И они поняли, что орбиты, на которые будет летать Бипи Коломбо, нестабильны И у них просто топлива не хватит Поэтому они стали думать, как же выйти из этого положения И первое, что они сделали, это просто сместили миссию на один год А я слышала, что это вроде там с обшивкой летательного аппарата не в порядке Нет, там до обшивки летательного аппарата ещё очень долго С ней будет просто не в порядке, когда она будет летать по этой орбите Ага, понятно То есть это как бы не причина, а следствие А что Бипи Коломбо собиралась искать? Моё такое внутреннее чувство, что это некий элемент соревнования Между европейским космическим агентством и американцами Они в некотором смысле смотрят за идеями НАСА И если так посмотреть, то марсоходы, полеты к Марсу Европейцы тоже, у них такая миссия возникает И когда возник мессенджер, я думаю, что это был в том числе и толчок К тому, чтобы европейцы сформировали свою миссию Там даже прибор очень похожий стоит на самом деле А куда смотрит Россия тогда? Ну, во-первых, Россия сейчас в основном всё-таки больше ориентируется на лунную программу И это, мне кажется, более прагматично А с точки зрения участия на Бипи Коломбо стоит наш прибор Ну, будет стоять, когда оно полетит То есть сейчас он в процессе изготовления находится Этим прибором занимаетесь вы непосредственно? Да, этим прибором занимаются наши институты, наша лаборатория С точки зрения мессенджера, там нет прибора Но там работают знакомые люди И часть из них даже из разных команд, когда мы вместе работали А что это за прибор, который вы разрабатываете? Мы разрабатываем гамма-нетронный спектрометр И в некотором смысле он будет искать элементный состав поверхности Какие элементы в поверхностном слое находятся И будет в том числе смотреть за льдом Поскольку сейчас уже есть точки навигации, где этот лёд находится То мы уже будем его смотреть с помощью нейтронных методов У нас есть в этом смысле аналог, который сейчас летает на мессенджере Там тоже стоит гамма-нетронный спектрометр Мы надеемся данные дополнить Потому что сейчас они в основном изучают северный полюс Так устроена орбита мессенджера, она очень сильно вытянута У неё низкий пролёт над севером И он далеко очень, по-моему, 15 тысяч километров улетает над южным Идея BP Колумба заключалась, чтобы сделать такую компромиссную орбиту Которая была более круговой, чтобы изучить всю поверхность Поэтому в этом смысле мы можем ещё и на юг посмотреть По крайней мере радует то, что всё-таки американцы и европейцы делятся с нами своими исследованиями Сейчас наступает такой момент, когда они не только делятся, они очень хотят сотрудничать Потому что миссии, они очень высокотехнологичны, они становятся очень дорогими И очень трудно обойтись без такого взаимного сотрудничества Максим Леонидович, а скажите, вот вообще если приземлить наше знание о Меркурии Ближе сделать их к нашей планете, что они нам дают? Ну Меркурия это планета земной группы, то есть это вот такая же как Земля, Земля, Марс, Венера То есть это, они имеют схожее строение Предполагается, что они образовались в схожих условиях Хотя на самом деле там есть какие-то отличия И в том числе, когда люди изучают состав, они видят, что соотношение элементов, оно всё-таки не одинаковое там и там Это значит, что вот этот эпизод образования, когда конденсировался, образовывался планета, они всё-таки немножко отличаются для Меркурии и для той же Земли Это раз Во-вторых, если экстраполировать наши знания, то сейчас мы уже смотрим гораздо дальше, в дальние космосы Там люди обнаруживают, ищут планеты, похожие на Землю, как бы в ближайших звёздных системах Там тоже возникает интересный вопрос, насколько они похожи, является вот эта вот Солнечная система, она уникальна или ей можно найти аналоги вот в других Солнечных системах Кажется, что там тоже всё непросто, потому что вот если в нашей Солнечной системе тут есть чёткое как бы разделение, близко к Солнцу находятся твёрдые планеты, планеты земной группы, а дальше уже огромные газовые гиганты Кажется, что вот когда смотришь на звёзды, там вот этот порядок, он не всегда выполняется Поэтому тут есть масса вопросов, куда смотреть, какие аналогии проводить Это модель большинства открытых планетных систем Принцип матрёшки Звезда потом, самая большая планета, затем меньше и меньше В нашей Солнечной первым отсветило вращается крохотный Меркурий, а гиганты вроде Юпитера и Сатурна в середине списка Огромные планеты, которые находятся далеко от Солнца, там на расстоянии 5, в 10, в 20 и в 30 раз дальше, то есть это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, образовались на других орбитах Ещё одно уникальное свойство Солнечной системы — по-научному низкая энтропийность В физике есть такие законы, законы термодинамики, что тела стараются растратить свою энергию Ну и вот, как правило, те тела, которые мы встречаем у других звёздных систем, звёздно-планетных систем Они находятся в состоянии, когда они бешено растрачивают эту энергию А вот Солнечная система как-то успокоилась, нашла наиболее устойчивое состояние И вот в таком состоянии она пребывает очень долго Исключительность нашей системы, полагает астрофизики, надо искать в самом начале, когда Солнце и планеты только зарождались А это 4,5 миллиарда лет назад Было какое-то гигантское протопланетное облако, которое сжималось, в центре образовалась звезда, из остатков образовались планеты В процессе участвовали соседние звёзды, которые иногда взрывались, создавали толчки Всё это приводило к тому, что в какой-то момент вот эти протопланетные диски, протопланетные тела оказывались в нестандартных условиях И вот, скорее всего, наша Солнечная система — это результат какого-то нестандартного процесса Однако и это лишь гипотеза Выдвигать же фантастические версии не в правилах учёных И всё же удивительно, миллиарды звёзд, а столь благоприятные условия для жизни, сформировались лишь в Солнечной системе Неужели человек — венец случайностей? А может, люди — это звено гигантской природной цепочки? И точно так же, как мы наблюдаем за жизнью вот этих рыбок, за нами тоже кто-то подсматривает и изучает Существует такая гипотеза, что раньше Меркурий был спутником Венеры Есть, грубо говоря, две теории До полёта Мессенджера популярна была теория, что Меркурий сформировался как все А потом в него что-то ударило и верхнюю часть снесло Поэтому осталось как бы самое тяжёлое Но сейчас вот по данным Мессенджера учёные всё-таки как-то, мне кажется, более консервативно смотрят Что всё-таки он, наверное, образовался как все Просто те из тех частиц, в которых он образовался, они были более тяжёлые То есть они смотрят по элементному составу У неё специфический элементный состав, даже не по элементному составу Они смотрят в основном на соотношение элементов Такая теория, мне кажется, более спокойная То есть образовался как все, но просто материал был другой Ну вот вы и меня и успокоили То есть, грубо говоря, с нашей Луной такого произойти не может Луна образовалась в результате как бы удара То есть в Землю что-то ударило, всё переплавилось Потом два тела разделились Потом они как бы вращались друг от друга, но наконец устаканились Правда, есть ещё теория, когда просто Луна была как захваченное тело Но всё равно, я вам хочу сказать, что в любом случае даже падение мелкого метеорита Вызовет глобальные последствия для человечества Я уж не говорю про столкновение с крупным телом, когда переплавляется вся поверхность Но ведь Меркурий и Луна, они, в общем-то, похожи, да? И даже, судя по снимкам, поверхность похожа Они похожи по снимкам, они отличаются по составу Луна в этом не является планетой, это спутник Земли А Меркурий это планета, которая сама сформировалась А Луна, скорее всего, некий такой результат взаимодействия Луны с крупным телом То есть это, скорее всего, ударное взаимодействие Максим Леонидович, а Вы говорили вот об интересном вращении Меркурия вокруг Солнца Вот, в частности, меня интересует, есть такой эффект Навина Как его можно объяснить? Наверное, у каждой планеты Солнечной системы есть какая-то своя изюминка С точки зрения Меркурия, у него целочительное соотношение периодов вращения вокруг своей оси и вокруг Солнца Там, кажется, что там есть много любопытных фактов То, что Вы упомянули, это то, что когда он подходит близко к Солнцу Он начинает как бы ускоряться, двигаясь по орбите вокруг Солнца И человек, который находится на Меркурии в этот момент, так обстоятельства могут сложиться, что он будет наблюдать движение Солнца по небосводу Он увидит, что оно, в некоторых случаях, оно просто замрет в какой-то позиции Может даже чуть-чуть отскочит назад, а потом продолжит движение В некоторых случаях там можно даже увидеть, условно говоря, как оно зайдет за горизонт, опять выйдет, опять зайдет То есть такие как бы фантастические картинки наблюдать можно И с точки зрения обывателя или людей, которым просто любопытно На самом деле можно полазить по интернету Мне кажется, что и на нашем планетарии, на сайте планетария можно такие программки запустить Когда можно человека просто посадить на поверхность и наблюдать, как Солнце движется Впечатление, конечно, такое производит сильное Потому что мы привыкли к тому, что Солнце движется в небосклон И ничто не может его затормозить или остановить А с точки зрения вращения, то у него там есть такие меридианы, которые называются горячие меридианы Когда Меркурий приближается к Солнцу, он движется по вытянутой орбите Поэтому у него есть минимальное расстояние И на этом расстоянии все время старается повернуться то одним боком, то противоположным боком Поэтому там всегда становится горячо, они тоже такие вот места любопытные Я не хочу сказать, что туда нужно лететь, садиться Но вот с точки зрения такого наблюдательного интереса, это, конечно, да На Меркурии, наверное, еще много есть, чтобы посмотреть Интересно, вот, например, говорят, какие-то удивительные световые явления есть Сравним мы, может быть, с нашим северным сиянием Поскольку есть магнитосфера и есть солнечный ветер Тем более он находится недалеко от Солнца То взаимодействие солнечный вектор и магнитосфера Она может порождать удивительные явления Которые можно теоретически описать Но когда их наблюдаешь вживую, они, конечно, производят гораздо более сильные впечатления Мне, конечно, было бы интересно, если бы туда высадился Ну, высадился не человек, имеется в виду, а хотя бы какой-то автоматический аппарат И в рамках Бипи Колумба такое даже планировалось на начальной стадии развития этой миссии Что там, какой-то, ну, я не понял, сколько он там дней может прожить Потому что там все-таки, да, из-за температурных перегрузок Но было бы очень интересно Просто вы бы, фактически, сейчас-то они летают на достаточно большом удалении А тут получить вот съемку с поверхности Как вот с марсоходов, когда марсоход сел И первое, что он делает, он снимает панорамную съемку Также вот на Меркурии получить панорамную съемку Но, к сожалению, все тоже упирается в деньги, средства Поэтому мы это отменили, тем более как одна из таких рискованных частей миссии И, кстати, между прочим, вот тоже интересный факт Планета названа в честь Меркурия, бога торговли и покровителя путешественников Да, а почему-то географические названия даются в честь представителей, ну, скажем так, творческой интеллигенции Вот это справедливо? Я никогда не понимал, как дают название По-моему, это какая-то очень сложная и, в некотором смысле, политизированная процедура Поэтому иногда можно имя, которое ты хотел бы дать одному объекту Там могут присвоить друг к другому, или он вообще пропадет Не говоря о том, что у первооткрывателей тоже не существует права вета Спасибо, Максим Леонидович, с надеждой будущей завершаем с вами нашу беседу Спасибо большое, что пригласили, было интересно к вам прийти, пообщаться Напомню, что у нас в гостях был ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Максим Литвак Это была программа «Русский космос» Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин